Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, с 23 февраля, с мужским праздником. И вот сегодня очередной выходит видосик. Кинул клич в телеграме, выставлял в нашей группах, кто продает старые телефоны. Откликнулся мужчина, говорит, давайте встретимся. Поэтому я сразу пилю видос, только от него приехал. Забрал я вот такой кулечек, пакетик телефонов. Ну и давайте посмотрим, что там есть. Я-то знаю, что там есть, но вы не знаете. Вас это удивит. Для моего подписчика, который ждет один из телефонов, это будет для него сюрприз, я так думаю. Так, первый телефон, смотрите, вспоминайте. Sony Ericsson K800i, по-моему, так он называется. Вот такая вот шторка отодвигается. Телефоны без аккумуляторных батарей. В довольно хорошем сохране, дай бог, чтобы они еще работали. Потому что я купил как нерабочие телефоны, потому что он сказал, у меня нет аккумуляторов, нечем заряжать. Хочешь, покупай, хочешь, не покупай. Договорились по цене. Давайте смотреть. Благо мне прислал подписчик одну из аккумуляторных BST33. Поэтому есть у меня такая аккумуляторка. Давайте посмотрим. Ну, вроде Sony Ericsson надпись пошла. Ждем прогруза телефона. 1 апреля. Никому не верю. Ну, и что мы видим? Мы наблюдаем циклическую перезагрузку. Это говорит о том, что у телефона просто слетела прошивка. Прошивать я их не умею. Поэтому минус один телефон, который пойдет, скорее всего, на запчасти. Да. Первый блин к комам. Вот так покупать. Ну, ладно. Не расстраиваемся. У нас еще куча телефонов. Так. Вот этот мужик торгует на рынке. Я так понимаю, ему приносят телефоны. Он их скупает, потом перепродает. Потому что другому, другого я не могу сказать. Дальше. Смотрите, вот такая лапушка. Это Samsung E900. В женском цвете. Сим-карты у него нет. Качеля громкости. MP3 плеер. Давайте смотреть, что он нам запоет. О! Включился. У этого телефона сенсорные кнопки. Так. Сейчас я его, наверное, ребят, выключу. Чтобы дабы не спалить. Получить из нормального телефона ненормальный. Это будет нехорошо. Ребятушки, у кого есть ненужные телефоны, вы хотите почаще обзоров. Можете мне присылать. Пишите в комментариях. Я вам скину, куда отсылать. И можете присылать. Буду вам благодарен. А у кого есть лишняя копеечка, можете мне помочь. Карточка будет прикрепленная внизу. Так. Что мы ждем? Неужели выключится? Нет. Идет загруз в фан-клуб. Вау! Четенько. Как я вам сказал, здесь у нас сенсорная панелька. Ну что, время. Телефон. Так. Кнопка нажимается. Туговато. Звуки. Звуки звонка. Пробуем. Так. Избранные звуки. Стандартные мелодии. Динамик не убитый. О, видите. Чуть на сенсор нажал. И все. Ладно. Пишите, если хотите, чтобы я сделал полный обзор. Пишите в комментариях. Будем делать. Так. Один, один. И это радует. Ребятушки, все вот эти телефоны, вы спрашиваете. Все телефоны я буду продавать. Поэтому, если надо, пишите по цене, договоримся. Так. Следующий экземпляр. Это у нас Siemens C45. У меня его родного аккумулятора нету. А блок питания, лабораторник я сегодня не цеплял. Потому что все снимаю на коленке. Бегом, бегом, бегом. Чтобы вас порадовать свеженьким видосиком. Так. Елки-палки лес густой. Кто-то вышел холостой. Пробуем. Ага. Я же говорю. Телефон может не запуститься. А если запуститься, то работать некорректно. Потому что здесь мало емкости в аккумуляторе. Ну что, он один раз взблымнул. Ну, скорее всего, аккумулятор и сдох. Ну, мы видели, что телефон засветился. В следующий разочек возьму лабораторник. У меня там уже коробка переполняется от телефонов Siemens. Так что ждем продолжения банкета. Смотрите, какой ротетер купил. Ротатор, ротетер, как правильно, не знаю. Nokia 7370. Не пойму, почему нет русской раскладки. Смотрите, состояние шлифа. То есть, коннект порта. Все, конечно, в идеале. Но вот эта штука, я ее потом отрежу. Я уже не стал пилять. Сзади сделано, как подкожанную крышку. Смотрите, состоит. Так. Открывайся. Ага, говорил без аккумуляторов. Ну, это китайские, это не оригинальные. Какая-то маркировочка. Так. Пробуем, поставим свой. Как аккумулятор. Включение у него находится с правой стороны. И телефон не подает признаков жизни. Облом. Не. Включился. Отлично. И даже динамики не убитые. Я не могу понять одного. Смотрите, или его перепрошивали. Потому что стоит, смотрите, русская прошивка. А клавиши стоят латинские. Скорее всего. Так, заходим в менюшечку. Ну, что, прикольный телефончик. Джойстик, ребят, кстати, работает отлично. Не могу ничего по нему сказать. Первое, что я проверю, это я сделаю сигналы. Проверим громкость. Так, обычный. Вот она. Тинь. Бомбический, ребят. Так, проверим. Лайфтаймер. 92-7-0-26-89 решетка. Пяк. Телефон 2006 года сборки. И на лайфтаймере 471 час. Ну вот, телефончик рабочий. Работает, закрывается. Хоп. Вот так появляется красиво. Появляется, получается маленький телефончик. Ну, я доволен. Кнопка фотоаппарата интересно работает. Да, даже можно сделать запись видео. Так, выключаемся. Повторяюсь, телефоны после видео будут продаваться. Поэтому, кто захотел себе в коллекцию телефон, пишите, за сколько вы купите. По цене будем договариваться. Так, потому что собралось довольно много интересных телефонов. Следующий телефон. Вот такая вот моделька. Тут та же латиница стоит. Но я не знаю, может и этот прошит. Честно говоря, по модели я не знаю. 70-72-50, по-моему, правильно она назвала. Если нет, поправьте меня в комментариях. Интересный телефончик. Сейчас посмотрим. Дядечка молодец. Я ему сказал, если у вас еще что-то будут интересные телефоны. Оставил свои координаты. Говорю, пишите мне. Ну, что ты? Дружбан. Висишь? Не включаешься? Нет, включился. Приветственные руки. Халло. Халло. Неужели немецкий язык? Маню. Маню тебе. Все работает. Кнопки громкости работают. Ух ты, крупное менюшечка, как я люблю. Для слепых, как я называю. Тут видно все. Профили. Так, и посмотрим. Мелодии. Вроде, звук на полностью, а динамик тиховатый. Ох, вибрик жужжит. Как паровоз. Ладно, давайте проверим лайфтаймер. 92, 7, 0, 26, 89, решетка. Так, дай бог видимости. 2004 год сборки. И на телефоне наговорено, ребят, 156 часов. Русского языка, увы, нет. Так что, если кому-то надо, данная лапушка будет продаваться. Но продаваться без аккумуляторов, потому что аккумуляторы спасибо моему подписчику, прислал мне с телефонами. Я хоть могу теперь половину телефонов снимать, не тягать за собой этот лабораторник. Так, поехали дальше. На закупку я оставлю интересный телефон, который ждет мой подписчик. Если он смотрит это видео, пусть радуется. Если ему это надо, я думаю, сегодня я утолю его мечту. Так, синяя подсветка есть. Здрасте. Я говорю, да, скорее всего не хватает. Все, теперь не включается. Скорее всего разряженный аккумулятор этот. Но опять же, мы посмотрели, что телефон включается. Сименс, я их сильно не люблю, поэтому на них сильно не заостряю внимание. Так, Nokia 2760, по-моему, правильно обзывается. Телефон, раскладушка. В более-менее нормальном состоянии. Задняя крышка, мы понимаем, телефон лежит, чухается. Ну и вот тут такие подряпы на это болячка этих телефонов. От нее никуда не уйдешь, ребят. Так, аккумулятора нету. Правильно говорить, нет, они нету. Ну, поехали. Пробуем включать. И... Все. Не включаешься? А чего? Вроде такой красивенький. И не хочешь? Ха-ха-ха. Неужели тоже не работает? Да не может быть. Вот это облом. Не, включился. Вот тебе, батенька Юрий Евгений. Может, поокислились контакты? Ух ты! И звук шикарный. Отлично. Наскальных надписей нет. Так, ну что. Довольно симпатичное меню зеленого цвета. Так, и проверяем динамик. Ну, динамик мы уже слышали с вами, ребята. На улице конфигурация. Русский язык есть. Клавиатура есть. Нарастающая. Кто-то какой-то скорпион стоял. Открыть галерею. Скорее всего, тем нету. Сигналы 6. Принятые файлы 2. Ага. Я бы удивился. Мелодия 1. Не понимал людей, которые стирали вот эту оригинальность. Честно. Ладно. Звездочка. Решетка. 92. 7. 0. 26. 89. Решетка. Телефон сборки 2009 года. И на телефоне. Вай-вай-вай-вай-вай. 1515959. Вот это кто-то любил ля-лякать. Я даже не удивлюсь, это будет девушка. Два дисплея. Вот такая синева. Ну, все работает. Отключаемся. Если кто-то захотел данный телефончик, пишите. Опять же, телефоны без аккумуляторов. Но я тот отдам, который был в комплекте. Где он, кстати? Товарищ. Товарищ. Ладно, где-то потерял его. Товарищ, мы едем далеко. Подальше от этой земли. Так, ну и что? Телефон на закуску. Ха! Смотрите. В родном кожаном чехле. Кто помнит, кто носил такие телефоны. Тут такая еще пластика сцеплялась на пояс. Вот так раз, одевался и потом клипсу нажимали и снимали. Очень удобная, кстати, штука. Так. Ух, запечатанный. Чтобы его распечатать, надо еще было потрудиться. Ну, смотрите, состояние. Не супер-пупер. Так. Вот тут кто-то чуть-чуть что-то ковырял. Наверное, старый аккумулятор вытягивали. Так. Пробуем. О, тут есть аккумулятор. Так. Что у нас тут написано? Made in Finland. Ха-ха-ха. 29,73. Последние цифры. Сейчас проверим, оригинальный или нет. Я имею в виду, менялся корпус или нет. Так, еще раз забыл. 29,73. Сейчас посмотрим, господа. Присяжные заседатели. Так. Поехали. Делаем легкую косметику. И показываем нашему подписчику. Если он надумает покупать. Если не надумает, выставляю на продажу. Я их не солью. О, здесь приветственные руки. Nokia. Отлично. Все супер-пупер. Так, время у нас сейчас 18.35. Дата. 23.02.20. 24. Окей. Так. Связи у нас нет, потому что у нас карточка недействительная. Есть заставка. Это радует. Работает все. Так. Заходим в телефонную книжку. Сообщения. Чаты. Звонки. Так. Принятые звонки. Набранные номера. Это не то. Сигналы. Вот они. Ух ты. Динамик не угощенный. Вот это моя любимая была, когда у меня была Nokia 3310. Моцарт. Динамик. Ребят, я доволен. Я не зря съездил и купил. Так. Ну, а что мы теперь проверим? Проверим лайфтаймер, да? Так. Что у нас с клавишами? Так. Надо будет почистить клавиатуру. Звездочка. Решетка. 92. 7. 0. 26. 89. Решетка. Так. 29.73. Ребят, оригинальный корпус. Оригинальная материнка. Так. Телефон сделан в 2003 году 11 месяца. Это ему уже 21 годик. Совершеннолетний. Ну, и лайфтаймер у нас на данном телефоне. 54151. Вот так вот. Ну, что, ребята. Сделал вам быстренько обзор на коленке. Вот эти телефоны очень удобно скупать у пожилых людей. По цене можно с ними договориться, потому что цены они практически сильно не знают. А молодежь очень крутая. Лупит такие цены, что мне для видео брать даже невыгодно. Едет две посылки с Авито. Было заказано четыре посылки. Две просто отменили. Я не люблю таких людей подлых. Я написал, высылайте, высылаем. Можно оформлять, можно оформлять. Я оформляю заказ. День, два, три. Посылка не отправляется. Я пишу, почему не отправляется. Мы уже продали. Короче говоря, люди без царя в голове просто не дружат. Ладно, ребята. Не буду забивать вам мозги. Поздравляю еще всех с праздником. Счастья, здоровья, любви. Ну и кто хочет мне прислать телефончики, пишите в комментариях. Я вам дам адрес, куда отсылать. У кого есть возможность помочь материально, карточки внизу. Всем пока, любви, мира, здоровья.